Что такое автомобиль для простого казахстанца? Это способ заработка, что в нынешних условиях тотальной безработицы очень актуально. Сейчас, не знаю почему, власти Казахстана опять взялись за автомобилистов. Владельцы авто с грузинскими, киргизскими, российскими номерами опять начали кошмарить. Загоняют наши с расстоянки, штрафуют, ну и так далее. И в то же время пошли слухи о том, что владельцы старых машин будут штрафовать на 1 400 000 тенге. В некоторых городах люди объединяются и ходят в акиматы. И другие госорганы и просят снизить утильсбор, первичную регистрацию и так далее. Ребята, поймите одно, утильсбор, первички и другие поборы при покупке автомобиля это настоящий рэкет на государственном уровне. И от него они никогда не откажутся. Да, они будут обещать, что может быть даже снизят немножко. Но не на много, но все равно переплата будет как минимум 100%. Поэтому не надо обманываться и не надо быть такими наивными. И верить обещаниям лжецов. Решение этой проблемы есть в проектах экономических программ партии Алга Казахстана. Мы отменим все поборы при покупке автомобиля. А это утильсбор, первичка и все остальное. Допустим, стоит поддержанный автомобиль в Германии 2,5-3 миллиона тенге. Он вам обойдется в эту же сумму. Ну и плюс вам будут расходы по доставке в Казахстан. Поэтому поддержите нашу партию. Вступайте в инициативную группу партии Алга Казахстана. Оказывайте нам финансовую поддержку. И тогда мы придем в парламент и реализуем все наши проекты и программы, которые моментально улучшат нашу жизнь. Мы обеспечим свободный ввоз транспортных средств, а также любой спецтехники. Это приведет к моментальной стабилизации цен на автомобильном рынке. Откроет огромные возможности для граждан и положительно повлияет на бизнес, сельское хозяйство и на строительную индустрию. А самое главное, граждане Казахстана не будут ездить на откровенном, опасном для жизни утиле. Будьте активными. Перестаньте просить у государства то, чего они никогда не сделают. Только став активными и политизированными, мы сможем изменить нашу жизнь. И мы вместе построим богатую и процветающую страну. Аллах, Казахстан!